огромное количество обращений по поводу этой проблемы и каждый раз кто-то меня опережает и отвечает вам поможет только операция я не приемлю такую точку зрения потому что любая операция это не прогулка под луной и идти на нее нужно в самом крайнем случае когда нет других вариантов или они исчерпаны и не дали результата а проблема при этом невыносимая в большинстве же случаев сколько мне присылаете фото ваши проблемы с лицом не являются причиной для хоть какого-то малейшего хирургического вмешательства а вот что нужно делать чтобы убрать малярные мешочки я сегодня расскажу и покажу малярные мешки это жировые образования в области скул они представляют собой хронические отеки появившиеся в силу различных причин обычно проявляются после 35 лет как результат естественного старения или взросления организма как я говорю но иногда могут проявиться и раньше причина у всех нас есть определенная жировая прослойка в этой области эту прослойку удерживают мышцы и связки когда связки растягиваются съезжают вниз появляются малярные мешки и поскольку жир притягивает жидкость мы получаем не просто жировую прослойку а тот самый мешочек наполнены еще и жидкостью также в ряде случаев это дело наживное за счет хронических отеков например а бывает еще из-за неправильно поставленных уколов гиалуроновой кислоты или филеров а еще это генетическая предрасположенность в ряде случаев и в деле решение этой проблемы большое значение имеет содержимое мешочков если там больше жидкости чем жира то вы научитесь управлять этим процессом и они быстро уменьшатся а со временем станут совсем незаметны если же все-таки больше жировой клетчатки то времени усилий потребуется несколько больше и сразу хочу сказать тем у кого на данный момент не маляры а отеки занимайтесь ими не нужно думать что это случайность если они появились то нужно искать причину уменьшать количество соли не пить много на ночь заниматься спортом если не помогает проверьте почки мириться с этим нельзя повторяю потому что это не норма и здесь я не только про здоровье дело в том что часто отеки и есть предвестники маляров в общем чем раньше подхватите эту проблему и начнете ею заниматься тем у нее меньше шансов получить постоянное место жительства на вашем лице отличный эффект даст дренажный массаж хороший косметолог вам уберет их сто процентов в случае если содержимое мешочка это преимущественно жидкость а процент жира небольшой и вы возможно удивитесь но чтобы убрать все лишнее под глазками нужно разогнать лимфу сделать интенсивный массаж всего лица вот тогда жидкости начнет уходить и кожа подтянется курс 10 процедур 3 раза в год поддерживать эффект мы можем точнее даже должны в домашних условиях каждый день преимущественно утром у меня вот такой массажер я уже показывал его на моем канале он помогает мне справляться с любыми отеками и последствиями недосыпания или переедания и так далее он работает именно с мышцами и не растягивает кожу что нам и нужно ну и смотрите сначала разгоняем лицо разомнем его как спортсмен перед спортом разогревает свое тело далее ставим его вот так вертикально и снизу вверх поднимаем и откатываем обратно и так раз 15 в каждую сторону если вы все научитесь делать правильно если приспособите его то воздействие будет очень сильным конкретно вот в этой зоне под глазами если же у вас сухая кожа предварительно нанесите легкое увлажнение и пусть это станет для вас ежедневным ритуалом второй способ пока вы не определились с массажером допустим попробуйте патчи и вообще это вещь необходимая в вашем случае выбираем те что снимают отеки вот такие с маслом лосося либо с морским коллагеном либо с муцином улитки во всех них кроме хороших антивозрастных компонентов есть хлорид кальция а также пептиды они убирают внешнюю жидкость и стимулируют выработку коллагена пусть коллаген заместит жидкость кожа будет плотнее хранить патчи лучше в холодильнике поскольку в охлажденном виде они работают более ярко если хотим согнать побольше и побыстрее то прямо поверх патчи прикладываем что-то холодное ложка из морозилки или криосферы последние держат низкую температуру дольше общее время выдержки патчи на нашем лице минут 15-20 массаж холодным предметом делаем в течение минут 2-3 можно периодически в течение этих 15 минут 20 повторять и чтобы понять как что на вас работает поступите следующим образом патчи нужно понять какое время выдержки дает нужный эффект это может быть и хватит минут 10 может быть нужно подержать точно минут 20-23 также сколько вам нужно вводить криосферы после этого можно будет все делать на автомате и накладывать их нужно каждый день в течение недели и посмотреть каков будет результат затем смотрим как на нас работает массаж отставляем патчи в сторону и неделю массируем лицо а затем можно будет сделать свой график когда вы поймете что как какой эффект дает либо патчи утром а вечером массаж это будет часть вашей ежедневной рутины либо вы чередуете один день патчи другой день массаж если говорить о косметологических салонах то помимо дренажного массажа вам могут предложить пройти курс микротоков и это будет оправдано потому что мешочек формируется еще и за счет ослабления каркаса кожи а микротоки улучшают упругость кожного покрова и стимулирует работу мышц курсом 10-15 сеансов далее смотрим результаты принимаем решение нужно ли повторять или может в целях экономии приобрести аппарат микротоковый для домашнего использования и проводить эту процедуру постоянно или время от времени я пока что кроме фарео я уже говорила ничего эффективного и безопасного для лица не нашла наблюдаю за тем как изменяется цена она немножко поползла вниз я буду держать вас в курсе ждать когда она окончательно встанет на место особенно оперативно у меня получается давать вам такую информацию в телеграм поэтому подпишитесь на него ссылка будет в описании и если вы изгнали лишнюю жидкость наконец но мешочек до конца не ушел то это жир к сожалению в домашних условиях его не убрать что могут предложить косметологи липолитики но я бы вам их не рекомендовала они далеко не во всех случаях дают во первых эффект во вторых они имеют серьезные побочные явления потому что изначально были придуманы для устранения рубцов и шрамов и это действительно работает потому что у шрама жесткая такая текстура сильное наслоение кожи но под глазами мы имеем как раз очень тоненькую кожицу убрать маляр и не вызвать атрофию ткани и добиться равномерности подкожного содержимого они участками когда где-то пусто где-то густо нужно очень профессиональное владение техника введения инъекции точки введения и глубина не все косметологи справляются с этой задачей и как говорится все закончится хуже чем начиналось также вам могут предложить филеры но иногда они только ухудшить ситуацию хотя здесь все индивидуально и в некоторых случаях грамотный специалист может существенно поправить дело за счет того что где видно вот переход от мешочка до основной части лица они вот эту границу уберут и тогда она будет просто не так заметно еще существует метод липосакции до под глазами и и также проводят ваш этот вариант или нет должен сказать врач что я могу сказать точно самый безопасный и точно необходимый вариант это комплексный системный подход к сожалению заниматься этим нужно постоянно поскольку если уж это явление появилось однажды она будет пытаться снова и снова но чем лучше вы будете контролировать этот момент тем меньше шансов малярам стать слишком заметными и испортить вам настроение с другой стороны вы убьете сразу двух зайцев потому что в целом будете выглядеть гораздо лучше осенью подключим еще интенсивный ретинольный уход который будет натягивать кожу я уже занимаюсь поиском таких вот сильных ретиноидов надеюсь видео было полезным и мотивирующим вопросы пишите в комментариях добрые слова также всем желаю успеха чтобы у вас все получалось а также отличного позитивного настроения потому что это уже половина дела всех целую и до скорых новых встреч